Здравствуйте, дорогие ребята! Сейчас у нас с вами урок математики. Мы продолжаем с вами изучение темы деления. Итак, как всегда, начинаем работу с установки. Вспоминаем, когда мы любое число умножаем на ноль, то получаем ноль. Если мы любое число умножаем на один, то получаем то же самое число. Ноль умножить на сорок один, получим ноль. Один умножить на тридцать пять, получим тридцать пять. В тетрадочках своих записывайте число девятое апреля. Классная работа. Записывайте только правильные ответы. Итак, увеличьте тридцать на шестнадцать. Себе вкратить свой ответ. Уменьшите восемьдесят семь на двадцать семь. Чему равна сумма чисел пятидесяти и пятнадцати? Найдите разность чисел девяносто четырех и двенадцати. Первое слагаемое пятьдесят пять, второе слагаемое двенадцать найдите сумму. Уменьшаемое тридцать три, вычитаемое пятнадцать найдите разность. Сейчас перед вами появятся правильные ответы. Вы возьмете в руки простой карандаш. Если у вас ответ правильный, ставите плюс. Если ответ неправильный, ставите минус. Итак, правильные ответы. Сорок шесть, шестьдесят, шестьдесят пять, восемьдесят два, шестьдесят семь, восемнадцать. Следующее задание. Нам нужно записать сложение, умножение. Итак, первую строчку как мы можем записать умножением? Пять умножить на шесть. Вторую строчку. Три умножить на четыре. Третью строчку. Два умножить на три. Дальше. Семь умножить на четыре. И последнее. Девять умножить на два. Хорошо. Решаем задачу. Несколько мальчиков разделили между собой двенадцать конфет. По три конфеты к каждому. Сколько было мальчиков? Вы увидели в задаче слово разделили. Значит, какой знак будем использовать? Деление. Итак, всего было двенадцать конфет. Вот они перед вашими глазками. Разделили по три конфеты. Надо узнать, сколько мальчиков. Смотрите. Одному мальчику три конфеты. Другому мальчику три конфеты. Еще одному мальчику три конфеты. Еще одному мальчику три конфеты. Сколько всего мальчиков было? Это схематический чертеж, который будет в ваших тетрадях. Решение. Мы 12 разделили на 3. Всего было 12. Вот и раздали. Значит, 12 разделили на 3, получили 4 мальчика. Не забываем в задачах писать ответ. 4 мальчика. Открываем учебник на страничке 60. Находим с вами задачу рядом с красной линией. Итак, было 6 яблок и было 3 тарелки. На каждую тарелку положили яблок поровну. Сколько же яблок на тарелке? Смотрите, раскладываем по одному сначала яблок на каждую тарелку. У нас еще остались яблоки. Тоже их раскладываем. Итак, мы узнали с вами, сколько раз по 3 содержится в 6. Другими словами, мы 6 яблок разделили на 3 и получили, что на одной тарелке по 2 яблока. Решение у задачи 6 разделить на 3 равно 2. В словах яблока. В тетрадочку можете написать тему урока «Деление зеленой ручкой». На страничке 60 в учебнике задача номер 1 читаем задачу. 10 апельсинов разложили на 2 тарелки поровну. Сколько апельсинов на каждой тарелке? Есть 10 апельсинов, есть 2 тарелки. Разложили поровну. Смотрим, как это раскладываем. Поровну. Сколько апельсинов на каждой тарелке? 5 апельсинов. Теперь мы посмотрим, как это можно сделать схематическим чертежом. И решение у задачи. 10 разделить на 2 равно 5 в скобочках апельсинов. Не забываем про ответ. 5 апельсинов. А можно еще сделать вот такой рисунок в задаче. К тебе в тетрадочку либо тематический чертеж, либо вот этот рисунок. И не забываем решение и ответ. И выполним с вами еще одно задание. Вспомним знаки больше, меньше или равно. 8 умножить на 11 меньше, чем 8 умножить на 12. Так, дальше. 7 умножить на 3 больше, чем 17 умножить на 2. 24 умножить на 4. 24 умножить на 4. 23 умножить на 4. Верно. Больше знак. Здесь знак. Тоже больше. На этом мы с вами урок наш завершаем. Благодарю вас за внимание. До свидания, ребята.